Всем привет, дорогие друзья, с вами Станиславский. В последнее время об этом решении ходило множество слухов, и вот теперь можно сказать об этом официально. По окончанию сезона 2021 Кими Райканен завершает карьеру в Формуле 1. Без преувеличения это конец эпохи, ведь Кими посвятил королевским гонкам ни много ни мало 20 лет, то есть половину своей жизни. Поэтому сейчас я предлагаю вспомнить, как именно проходил его путь в F1 и постараться ответить на вопрос. Как же Айсмен растопил сердца миллионов поклонников по всему миру? Кими Маттиас Райканен родился 17 октября 1979 года в городе Эспа, Финляндия. Кими с детства увлекался машинами и к 10 годам решил попробовать свои силы в картинге. Тогда путь молодых гонщиков сильно отличался от того, что есть сейчас. Поэтому на картах Райканен катался аж до конца 99 года, по ходу которого стал вице-чемпионом картинговой серии Формула Супер А. В этот же период Кими забирают в армию, а точнее в военно-спортивное училище. В своей автобиографии Финн рассказывал, как пьяным убегал от военного патруля, а также сбегал из гарнизона после того, как военное начальство не отпускало его на гонки. Но армейские приключения абсолютно никак не помешали Райканену в одну калитку выиграть титулы в зимней и основной британской Формуле Рено. И в конце концов обратить на себя внимание команды Заубер в Формуле 1. Тогдашний президент ФИА, Макс Мосли, возражал против выдачи суперлицензии пилоту, который провел всего 23 гонки в похожих гоночных сериях. Поэтому вместо полноценной лицензии Кими получил лишь временную, но после первой же гонки в F1 он заставил замолчать всех сомневающихся в его способностях. В дебютном гран-при Фин смог финишировать в очковой зоне, что было успехом для команды Заубер, которая не входила в число фаворитов. А по итогам сезона, на пару с Ником Хайтфильдом, Райканен вывел команду на четвертое место в Кубке Конструкторов. Самая высокая за всю историю, которую она когда-либо занимала. Такие результаты произвели сильное впечатление на босса команды Макларен Рона Денниса. И в следующем сезоне он приглашает Кими в свою команду, на место, которое освободилось после ухода Микки Хакенена. Общественность была удивлена таким решением и ставила под сомнение выбор Денниса, но Рон заявил о том, что Райканен – это будущее Формулы 1. И смотря на дальнейшие результаты Кими, можно с полной уверенностью сказать, что он оказался прав. В своей первой же гонке за Макларен Фин сумел подняться на подиум. Однако в дальнейшем, из-за ненадежности моторов Мерседес, чемпионат можно было отправлять в утиль. Зато годом спустя Райканен уже вовсю боролся за титул. На Гран-при Малайзии 2003 он одерживает свою первую победу в карьере. И до конца сезона ведет упорное сражение за чемпионство с Михаэлем Шумахером и Хуаном Паблом Антойей. По ходу чемпионата конкуренты совершенствовали свои машины. А Макларену никак не удавалось стабилизировать свой новый болид. Поэтому в основном им приходилось рассчитывать на лучшую тактику. Но и тут возникла проблема. Шины Мишлен оказались несоответствующими техническому регламенту. Поэтому французский производитель в срочном порядке был вынужден подставлять командам резину новой спецификации, которая показывала более худшие результаты. Как итог, Кими стал вице-чемпионом. Следующий шанс побороться за титул у Фина появился в 2005 году. Максимально подробно о его выступлениях в том сезоне я рассказывал в данном ролике, который, естественно, рекомендую всем посмотреть. Но если кратко резюмировать тот сезон, то примерно к пятой гонке Кими стал главным соперником Фернандо Алонсо. Машина Макларен была быстрее, но гораздо менее надежной, чем у Рено. И именно частые поломки-исходы и стали причиной, по которой Райканену так и не удалось выиграть титул. В следующем году все стало гораздо хуже. Прежнего темпа у его болида уже не было. И когда в Монако чуть ли не единственный раз в сезоне замелькала надежда на победу, Райканен цеплялся за нее как мог. Однако технические проблемы вновь поставили на ней крест. И, видимо, Кими настолько все это надоело, что вместо того, чтобы отправиться в боксы и обсудить ситуацию с инженерами, он решил присоединиться к своим друзьям на яхте. В расположение команды Финн вернулся только вечером. И по свидетельству одного из механиков, он уже был не в состоянии осмысленно разговаривать. К концу 2006-го все понимали, что в Формуле-1 начинается новая эпоха. Ведь Михаэль Шумахер объявил о завершении своей карьеры. Естественно, это привело к серьезным изменениям в составах лидирующих команд. И несмотря на то, что Макларен и Феррари в то время были принципиальными соперниками, начиная с 2007-го Кими становится пилотом Скудерии. Однако, подходя к тому сезону, британский коллектив выглядел явным фаворитом. В их состав перешел действующий двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, а также молодой, но очень перспективный талант Льюис Хэмильтон. Более того, Макларену однозначно удалось построить лучший болид в Фелитоне. Но, как окажется позже, не без помощи Феррари, потому что британцев уличат в шпионском скандале. И, собственно, именно из-за этого самого скандала Макларен и упустят кубок конструкторов. Потому что помимо гигантского штрафа, их просто дисквалифицируют из чемпионата. Ну а их пилоты настолько погрязнут в личной дуэли, что совершенно забудут о наличии других соперников. В течение сезона потихоньку-помаленьку Кими набирал обороты и с пятью победами в кармане подошел к решающему Грам-при Бразилии. Правда, с точки зрения математики, Хэмильтон и Алонсо имели куда большие шансы на завоевание титула. Но, видимо, множественные стычки по ходу чемпионата абсолютно ничему их не научили. Райканин, несмотря на старт позади обоих Макларенов, провел просто великолепную гонку и абсолютно уверенно завоевал победу. В итоге, опередив Фернандо и Льюиса в чемпионате на один балл. Таким образом, Фин оставил свою бывшую команду ни с чем, а сам до сих пор является последним чемпионом Феррари. Следующие два года для Кими были настолько неудачными, что в конце концов вынудили его покинуть Формулу-1. И лишь спустя 10 лет с того момента он рассказал почему. «Тогда я изрядно устал. Не от гонок, а от политических игр и тому подобной ерунды. Если бы тогда я не покинул Ф1, то сейчас меня бы уже не было на этом месте». Единственный момент из того периода, который я никак не могу пропустить, произошел на Гран-при Малайзии 2009. Из-за сильного дождя, гонка была остановлена красными флагами. Но пока все остальные пилоты ожидали продолжения и суетились возле своих машин, Кими уже на все наплевал и пошел лакомиться мороженым. Ну а как же иначе? Ведь он же Айсмен. В период отсутствия в королевских гонках, Райканин попробовал свои силы в ралли, на Скаре и даже тестах Лимана. Но бывшая любовь его не отпускала. И поэтому в 2012-м Фин возвращается в F1 и начинает выступать за команду Lotus. С первых же гонок Райканин продемонстрировал, что за время отсутствия совершенно не растерял своих навыков. Но, видимо, его инженер думал иначе. Потому как во время лидирования Кими на Гран-при Абу-Даби он давал слишком много лишней информации. И в итоге Райканин оказался прав, потому что ему действительно удалось довести дело до конца и одержать свою первую победу после возвращения. Несмотря на то, что болид из Энстоуна был далеко не самым быстрым, Фин по итогам сезона завоевал бронзу. Однако в следующем сезоне ситуация между Кими и командой начала накаляться. Коллектив начал испытывать финансовые проблемы, что в итоге переросло в задержку зарплат их пилотов. Естественно, Райканину это не нравилось, и он прямо говорил об этом на публике, чем усугубил отношения еще больше. Кульминацией конфликта стал Гран-при Кореи, когда инженер в очень грубой форме попросил Кими пропустить Романа Грожана. А на Гран-при Абу-Даби Райканин попал в аварию и закончил заезд уже на первом круге, после чего спешно удалился с автодрома. Кто-то даже начал подозревать его в саботаже, потому что в двух оставшихся гонках сезона Кими участия уже не принимал. Но на самом деле причиной стала операция из-за давней травмы спины. Было очевидно, что продолжать выступление в этой команде у Фина уже не получится, но с учетом его статуса в чемпионате, долго искать новый, а точнее старый коллектив, не пришлось. Начиная с сезона 2014 Райканин возвращается в Феррари. Тот год получился для Скудери не слишком удачным. Да для кого он вообще был удачным, кроме Мерседеса? Команда не достигала нужных результатов. В ней тоже начались внутренние конфликты, из-за которых Фернандо Алонсо покинул коллектив. И в итоге на его место пришел Феттель, с которым Райканин был и остается хорошими друзьями. И видимо благодаря этой дружеской обстановке, между ними никогда не возникало никаких проблем. Номинально Сэп считался первым номером команды, но между пилотами всегда было взаимоуважение. При необходимости и тот и другой могли спокойно принять роль командного игрока, стараясь принести коллективу максимальную пользу. Но как мне кажется, лучше всего выступление Кими в тот период характеризует вот этот ролик. В квалификации Финг всегда шел с фантастическими временами, но на одном из секторов допускал какие-то ошибки и в итоге не мог занять пол. В гонке он спокойно ехал в своем темпе и чаще всего даже никого не обгонял, но за счет каких-то проблем и ошибок конкурентов финишировал на подиумах. Смотря на все это со стороны, казалось, что такая ситуация Райканина полностью устраивает. Да и команда тоже была довольна. Не было только одного – побед. И поэтому, когда Кими все-таки удалось одержать свою последнюю викторию на Грам-при США 2018 года, он великолепно охарактеризовал ее в своем неповторимом стиле. Ну а дальше в Феррари начались перемены, и на смену Кими пришел молодой и талантливый Шарли Клер. Решение о бракировке состава было принято с сателлитом Скудерии – Альфа-Ромео. И, собственно, туда Финн и направился. Конечно, у многих возникал вопрос – а хочет ли сам Кими выступать в команде, которую еле-еле можно было назвать средняком? И вновь Райканен находит ответ, который снимает все вопросы. Ну и то ли с горя, то ли с радости, Кими решил весело отметить такие перемены на традиционном награждении ФИА по итогам сезона. Что еще более примечательно – в том году награждение проходило в Санкт-Петербурге, поэтому нашим болельщикам крайне повезло увидеть Кими на веселе вживую. Ладно, все это шутки. Во всех интервью Кими говорил о том, что ему все еще интересно гоняться. И действительно, в 2019-м, когда команда еще могла бороться за очки в каждой гонке, Райканен, по сути, тащил ее на себе в одиночку, так как его молодой напарник Джовинаци только набирался опыта и показывал откровенно слабые результаты. Но на дистанции бывший Заобер начал сдавать позиции и откатываться все дальше и дальше. И если честно, у меня складывалось впечатление, что с ослаблением темпа машины слабеет и мотивация Кими. Безусловно, в отдельные моменты он не переставал всех удивлять. Чего только стоит один прорыв на гран-при Португалии 2020 года, когда за один круг Кими прорвался с 16-го места на 6-е. Но все-таки чувствовалась какая-то потеря концентрации. Появлялось все больше невынужденных ошибок, как, например, загадочный таран Фетеля в Австрии в этом году. И лично мне кажется, что виной всему пандемия, которая отложила переход на новые болиды на 2022 год. Есть у меня какая-то чуйка, что если бы все шло как задумано, то Кими объявил бы о завершении своей карьеры еще в конце 2020-го. Но неожиданно появился еще один год, который просто нужно было доездить. Если раньше Кими разрывал Джови в квалификациях в одну калитку, то теперь уже именно итальянец выглядит более увереннее. Все это привело к тому, что несколько месяцев назад начали просачиваться слухи о замене Кими на Вальтере Боттаса. И, видимо, мы уже близки к развязке всей этой истории. Вместо каких-то интриг, Райканин решил поступить в своем фирменном стиле. И спокойно, по-простому, без каких-либо специальных ивентов и театральных представлений, объявить о завершении своей карьеры. Если вы обратили внимание, то по ходу этого ролика я старался добавлять памятные моменты, за которые миллионы болельщиков и полюбили Кими. В любой ситуации, где и с кем бы он ни находился, Райканин всегда оставался самим собой. Ему было наплевать на статусы, чужое мнение и прочую показуху. Он делал только то, что нравилось ему. И вместо наигранной политкорректности говорил правду. Говорил то, что думает на самом деле. Именно этим он и покорил сердца поклонников по всему миру. Без какого-либо преувеличения, я могу сказать, что Кими является настоящей легендой Формулы 1. Самый опытный пилот за всю историю. Чемпион. Но теперь у него впереди новый этап. И знаете, смотря его соцсети, я абсолютно не сомневаюсь в том, что через лет так 15 мы вновь увидим фамилию Райканин в королевских гонках. Райканин в королевских гонках.